Уже больше года Владивосток не перестает лидировать в списке самых дорогих квартир по стране. На сегодняшний день стоимость квадратного метра при покупке жилья 86-87 тысяч рублей. Это дороже, чем в Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Пока мы уступаем разве что Москве и Санкт-Петербургу. Причем такие завышенные цены в нашем городе абсолютно необоснованные. Так считают и сами риэлторы и экономисты. Во Владивостоке население не увеличивается. То есть если в Москве и Санкт-Петербурге есть три фактора роста цен, это подорожание, объективное подорожание материалов, особенно импортных, объективное увеличение стоимости инфраструктуры. Второе, это объективный рост спроса, то есть демографическое давление. И третье, это спекулятивный фактор использования квадратного метра в качестве замены банковскому вкладу. То во Владивостоке есть только подорожание и финансовая спекуляция. В Владивостоке демографического давления нет. Раскупить жилье многим жителям пока не по карману, большинству квартиру приходится снимать. И спрос на этом рынке очень большой. По сравнению с 2014 годом, сегодня число желающих арендовать жилплощадь увеличилось приблизительно на 60-70%. Спрос начинается с апреля по сентябрь месяц. В это время постепенно приезжают студенты, люди приезжают из других городов. И по нашему опросу, как правило, в этот период люди склонны поменять свое место жительства. А где-то приблизительно уже к октябрю спрос падает. Где-то на 40-45%. Под конец 2015-го интересоваться арендой квартир активно стали иностранцы. Почти каждый десятый клиент в агентствах недвижимости – это приезжие из Китая или Кореи и даже из Италии и Греции. Как правило, они рассматривают только элитные квадратные метры. Цена квартир влияет на множество факторов. Цена обычно зависит от географического расположения дома, строения, благоустройства дома, инфраструктуры района, ремонта обязательно и количества предложений на рынке. Снимают все – от гостинок и малосемеек до трехэтажных таунхаусов. Просто дешевое жилье до 30 тысяч чаще пользуется спросом, чем коттеджи за 200 тысяч рублей в месяц. Так, например, однокомнатная квартира в районе Некрасовской с обычным даже советским ремонтом, где мебель и техника есть не всегда, будет стоить от 23 тысяч рублей и выше. Однокомнатная в этом же районе, но класса комфорт сразу поднимается в цене – от 25 до 30 тысяч. С такими же характеристиками с простым ремонтом на второй речке уже подешевле – примерно 18 тысяч рублей. Там же, но с улучшенными условиями – в среднем на 5 тысяч дороже. В самых отдаленных районах, например, на Тихой, снять квартиру можно за 15 тысяч рублей в месяц. При выборе жилья важно учесть не только состояние недвижимости, но и найти взаимопонимание с хозяином квадратных метров. Как говорят риэлторы, к ним зачастую после оформления сделки квартиросъемщики приходят обратно, но уже с жалобами на полноправных владельцев. Поэтому большинство горожан порой предпочитают даже влезть в долги или быть заложником ипотеки, лишь бы купить свое имущество. Владивосток, Приморский край, в отличие от всех других регионов России, он находится в таком эксклюзивном положении. И если в полном объеме заработают все те проекты, которые сейчас начинаются в городе Владивостоке и в Приморском крае, речь идет о торах, об открытом порте, то вливания сюда они будут еще больше. А соответственно, куда эти деньги уйдут? Они уйдут жителям города. И поэтому среднестатистической семье будет реально купить квартиру. Перспективы для развития Владивостока действительно есть. Но пока к московскому уровню мы приближаемся только за счет неоправданно высоких цен на квартиры. И оптимизма это не прибавляет. Как подсчитали специалисты Дальневосточного консалдингового центра, на сегодняшний день уровень положительно настроенных горожан самый низкий за последние 15 лет. Кроме того, показатели социальных ожиданий во Владивостоке, по данным ВЦИУМ, ниже, чем в среднем по России. При подсчете голосов выяснилось, что почти 60% жителей города уверены, что самые тяжелые времена для краевой столицы Приморья еще впереди. Валерий Белоус, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.